Документы Наталья Савельевна, здравствуйте. Здравствуйте. Если говорить простым языком, так скажем, что такое платежные поручения, документы, как мы с этим сталкиваемся в нашей обычной жизни? Что такое платежные поручения? Платежные поручения – это тот основной документ, на основании которого мы с вами перечисляем денежные средства. В данном случае, так как мы будем говорить о налогах, значит, перечисление денежных средств в бюджет Российской Федерации. Что является платежным поручением? Это документ, который вы либо сами самостоятельно несете в банк. Многие у нас могут эти платежные поручения отнести в отделение почты. Либо же, так как мы сейчас уже на новом уровне, мы можем произвести самостоятельно эти платежи при наличии, если у вас есть карта любого банка, терминали, либо же через мобильные устройства. То есть платежный документ – это, будем так говорить, квитанция, когда вы получаете как физическое лицо налоговое уведомление. В налоговом уведомлении у вас есть реквизиты для перечисления тех или иных налогов. Это вот и есть основной вот этот платежный документ. Если это юридическое лицо, они открывают сами самостоятельно расчетные счета и, соответственно, они заполняют платежку для перечисления тех или иных налогов. Что у нас в первоочередном порядке указывается в платежном поручении. Так как каждый вид налога, он имеет свою кодировку. Это код бюджетной классификации. Код бюджетной классификации, он у нас состоит из 20 знаков. Он тоже у нас закодированный. То есть первые три цифры, они говорят о том, какому администратору вы собираетесь заплатить денежные средства. Либо Федеральную налоговую службу, то есть уплата налогов, либо штрафы, ГИБДД. То тогда первые три цифры у нас с ними будут отличаться. Мы как администратор Федеральной налоговой службы, у нас первые три цифры, это 182. Дальше уже пошла кодировка о том, что это прибыль, НДС, либо там налог на имущество физических лиц, транспортный налог. Дальше идет кодировка о том, что в какие бюджеты пойдут эти денежные средства, либо федеральные, либо региональные, либо в местные. И следующий разряд уже определяет, а что вы хотите заплатить. Потому что есть добросовестные налогоплательщики, они уплачивают налоги своевременно. Соответственно, в разряде у них в основном признак 1000, то есть налог они платят. Если те, которые не своевременно, не по сроку уплачивают, так как у нас начисляются пени, соответственно, они должны уплатить эту сумму. У них будет практически тот же самый код бюджетной классификации, но там вот 14-17 разряд, он будет уже иметь значение 2100. То есть это вот вы, значит, платите пени. Если же юридически, ну это в основном юридические лица, за несвоевременную либо сдачу деклараций, либо же они оформляют какие-либо отсрочки-расрочки, то есть есть проценты и есть штрафы. Тоже там они делятся, тогда будет 2200, это проценты, если штрафы, то 3000. Также основным реквизитом у нас в платежном поручении должен быть указан код территории, то есть ОКТМО. Это также говорит о том, что куда у нас пойдут денежные средства. А насколько важно налогоплательщику, обывателю знать вот эти все коды, цифры? Вот зачем это все нужно? Вот это как бы для налогоплательщика, вот чтобы его не пугать вот этим всем, да, вот для нас, как для налоговиков, это важно. И сама программа наша и система, она сейчас автоматизируется, и все работает практически, ну скоро будет, наверное, в режиме онлайн, да, вот и работает. Ведь мы же стремимся к тому, чтобы все у нас было своевременно, вовремя и оперативно. Поэтому, чтобы налогоплательщика не загромождать вот этими всеми сведениями, Федеральная налоговая служба, они и разрабатывают сервисы, и у нас на федеральном сайте налоговой службы есть сервисы, и в данном случае налогоплательщики каждый, в какой он категории относится, ну там, обычное физическое лицо, либо предприниматель, либо юридическое лицо, он заходит на сайт и выбирает, соответственно, в какую категорию он относится. Все мы знаем, что нельзя допускать ошибок при заполнении платежных документов, но такие случаи происходят. Скажите, пожалуйста, как часто это бывает, как все это своевременно исправить, и как узнать вообще, что ты совершил ошибку? На каком этапе это будет видно? Понятно, потому что мы все уверены, что мы все правильно заполняем. Ну вот смотрите, в принципе, получается, если мы рассматриваем как обычное физическое лицо, вы получили квитанцию, если вы не подключены к личному кабинету, то вы обычный пока физическое лицо, вы получили квитанцию, в квитанции указаны реквизиты для уплаты. В первоочередном порядке в квитанции там есть уникальный идентификатор начисления, это индекс документов. Вот ваша основная задача, когда вы либо в терминале, либо в мобильном устройстве набираете индекс документа, просто будьте внимательны, лишний раз, чем нажать вот далее, вы перепроверьте, правильно ли вы набрали цифры этого индекса документа, потому что все остальные реквизиты, вот о которых я вам говорила, чтобы вам и не зацикливаться, потому что это уже все зашифровано, опять же, вот в этом индексе документов. Если же вы можете также через терминал оплатить через штрих-код, то есть на реквизитах есть еще штрих-код, либо QR-код, ну это когда с мобильным устройством ты завязан, все, то есть вот в этих трех, будем так говорить, реквизитах, индекс документа, штрих-код, QR-код, там все зашифровано, то есть уже есть и КБК, есть ОКТМО, НННКПП-получатели, и деньги в данном случае они придут по назначению. Все, налогоплательщик в данном случае может спать спокойно. Бывают ли такие случаи, когда набрал не ту цифру случайно, и платеж ушел абсолютно вот не туда, куда предназначался, и как в данном случае действовать? В данном случае не пугаться, деньги никуда не потеряются, вот, если на самом деле, ну как бы столкнулись с такой ситуацией, обращайтесь, можете даже через сайт ФНС, ну как бы обратиться в налоговый орган, вы пишете обращение о том, что я тогда-то, тогда-то произвел оплату и допустил вот ошибку, например, там... Ну вместо тройки восьмерки. Ну что-то такое, да, вы не то набрали, вот, и в данном случае получается, ну опять же, если мы рассматриваем ситуацию, вы пришли в банк, то есть вам должны были выдать тогда чек, подтверждающий о том, что от вас, вот, говорится, денежные средства от вас взяли. Если вы через мобильное устройство оплачиваете, в любом все равно, ну сейчас в кредитном учреждении там есть тоже как в виде чека, то есть вот именно вот этот вот чек, по которому было списание денежных средств с вашей карты, либо вы когда передавали операционисту, и операционист может быть, ну то есть бывают такие случаи, что и операционист, ну как бы что-то вот, да, допустил ошибку, ну все, берете вот этот вот документ, пишете вот это заявление, прикладываете, и денежные средства находятся. Но, что хочу еще как бы сказать, в принципе, если у налогоплательщика есть личный кабинет, вот, он видит о том, что, например, денежные средства в кредитной организации списались, но в личном кабинете на Федеральной налоговой службе, ну где непосредственно налоги его учитываются, ну то есть, ну как бы не приходят вот деньги. Не отразились. Не отразились, да. То есть у нас срок прохождения вот этих вот денежных средств от банка до непосредственно уже лицевого счета конкретного налогоплательщика 10 дней. Поэтому раньше времени, пожалуйста, да, не приводите, да, не переживайте. И есть еще такой момент о том, что если вдруг денежные средства, ну вот, пришли, и на самом деле, ну как бы вот то, что налогоплательщик неправильно указал где-либо реквизиты, они сядут на невыясненные, и налоговая в данном случае будет сама самостоятельно производить уточнение. То есть она видит, так как расчет, особенно, ну как бы опять возвращаясь, у нас чаще как бы физические лица, да, вот как бы платят, и, соответственно, налоговая сама самостоятельно делает расчеты. Ну, то есть примерно сумма-то все равно, мы видим, какие исчислили, значит, туда и пойдут деньги на погашение того или иного налога. Погашать налоги, платить становится все проще, появляется много разных различных способов. Давайте с ними знакомиться, знакомить наших телезрителей. Есть такая форма, как единый налоговый платеж. Посмотрим ролик, а потом продолжим разговор. С 2019 года налогоплательщики, физические лица, могут уплачивать налог на имущество, транспортные и земельные налоги при помощи единого налогового платежа. Вы и даже любое другое лицо можете одним платежным поручением перевести деньги в счет ваших текущих и будущих налоговых обязательств. Для формирования такого платежного документа вы можете использовать электронный сервис сайта налог.ру «Заполнить платежное поручение». Если у вас есть задолженности по налогам, они будут автоматически погашены за счет поступивших средств. При условии достаточности денежных средств, внесенных в качестве единого налогового платежа, вам больше не нужно будет следить за сроками уплаты налогов. При их наступлении налоговые органы самостоятельно проведут платежи. Информация о всех таких платежах будет доступна в вашем личном кабинете налогоплательщика. При необходимости вы можете вернуть ваши деньги в размере незачтенного остатка. Для этого нужно будет подать заявление в налоговый орган, который в течение одного месяца произведет возврат денег. Единый налоговый платеж экономит ваше время, уменьшает вероятность ошибки при заполнении только одного документа вместо нескольких и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств. Пользуйтесь, это очень удобно. С единым платежом разобрались, а можно ли заплатить налоги за другого человека, если возникает какая-то ситуация, чтобы, например, муж уехал, но подошло время платить, и жена хочет за него заплатить или за ребенка, который учится там в другом городе и так далее. Ну, много случаев может быть. И даже вот за инвалидов, которые не могут выйти, и у них не оформлен личный кабинет и так далее. Ну, в принципе, мы, опять же, стараемся все для плательщика, для того, чтобы все это ему упростить и облегчить. В принципе, здесь на сегодняшний день тоже нет никаких проблем. Налогоплательщик, опять же, мы говорим о том, что, получив тот же самое налоговое уведомление с этими реквизитами, ну, рассмотрим ситуацию жена с мужем, да, вот, как вот вы говорите, решили, ну, как бы, карта принадлежит жене, и она собирается вот произвести оплату за мужа. Да, что делать? В данном случае не пугаться, опять же, мы говорим о том, что есть индекс документа того платежа, который начислили мужу, ну, там, за транспортный налог, либо налог на имущество, либо земельный налог. Все, у каждого вида платежа, вот, земли, там, транспорта, имущества, есть свой индекс документа. Все, можно произвести оплату с карты по индексу документа, то есть набирается индекс документа, так как индекс документа принадлежит непосредственно мужу, значит, и платежи будут разнесены в карточку лицевого счета, идентифицирован по этому индексу документ и отразятся у него, независимо от того, что денежные средства были списаны с карты жены. Ну, и обратная, конечно, ситуация. И также могут родители платить за своих несовершеннолетних, даже и совершеннолетних детей, и, ну, за своих пожилых родителей. Ну, в основном, пожилые родители, я считаю, у них есть какие-то льготы, и они у нас освобождены, да, и поэтому, ну, единицы там, у кого может быть по земельному налогу, либо транспортное средство, если свыше, там, двух или трех транспортных средств зарегистрировано на пожилом, а так-то у нас пенсионеры, они же предоставляют целикоты, так что у них там навряд ли. А у инвалидов, ну, опять же, у инвалидов, если они получают эти квитанции, точно так же можно произвести оплату. Если вдруг, ну, мало ли, по какой-то такой причине, что, ну, нету мобильного устройства, вот, в данном случае, если, ну, как бы, человек идет оплачивать через почту, либо через банк, вот здесь вот, как бы, надо настаивать на том, что, вот, ну, да, например, вы взяли, ну, как бы, денежные средства, да, чтобы, да, чтобы, там, заплатить за инвалида, да, вот, то в поле именно плательщик должны быть указаны реквизиты ННН. Именно того, кого вы, ну, как бы, покажете вот эту вот квитанцию об оплате. Ну, в принципе, и операционистка, и на почте, если вы будете производить оплату, они также обязаны будут в платежном поручении пробейте не только ННН-плательщика, чью обязанность вы исполняете, но и индекс этого документа. У нас вопрос от телезрителей в эту же тему. Сын до Нового года будет учиться в другом городе. Я знаю сумму к оплате налога за его долю в нашей квартире. Если оплатить именно с моей банковской карты, все это зачтется? Достаточно только знать сумму налога и его ННН, или еще какие-то реквизиты нужны для оплаты за другого? Ну, вот смотрите, опять же, если как нам телезрительница задает вопрос о том, что у сына, да, вот, есть какая-то квартира, да, и есть доля, да, какая-то даже доля. То есть давайте рассматривать такую ситуацию, что вот эта вот квартира, в которой они совместно, да, вот, например, вот проживают, то есть и она, как мать, да, вот, получила квитанцию, но нет квитанции, ну, как бы сына. Она примерно знает о том, что они в равных долях. Ну, она и пишет, что знает сумму. Она знает, она эту сумму, то есть все равно, в любом случае, она знает эту сумму, вот, она знает о том, что она собирается платить имущественный налог, вот, ее основная задача – правильно набрать ННН сына. Все, все остальное, ну, как бы она, опять же, остальные реквизиты она может взять из своей же квитанции, потому что квартира также находится на территории того же района, где же она и проживает вместе с ним. Ну, то есть, кота ОКТМО, ННН КПП, получатель, ну, то есть я имею в виду налогового органа, это будет такой же, как и у нее, вот, сумма, ну, получается, вот, сумма здесь уже… Да, ну, сложности таких… Мне кажется, да, не должно быть, и если, ну, мало ли что, ну, теряться не стоит, да, то есть, если вот, ну, как бы, произвели оплату, в данном случае, либо она самостоятельно обращается, также через сайт Федеральной налоговой службы может обращение, ну, как бы, написать о розыске платежа, либо, может быть, сам сын. Но, опять же, предупреждаю, не пугайтесь раньше 10 дней, то есть подождите. Госпошлину можно с помощью сервиса оплатить? Госпошлину тоже же… Ну, вот, смотрите, сейчас, так как мы, ну, получается, очень часто возникают у нас по жизни такие ситуации, что налогоплательщики обращаются в суды общей юрисдикции, вот, ну, по каким-либо там, как бы, ситуациям, и им необходимо произвести оплату той или иной. Ну, и вот, ну, как бы, госпошлина для того, чтобы подать заявление на рассмотрение этого дела. Соответственно, опять же, заходит он на сайт Федеральной налоговой службы. Если он физическое лицо, прямо заходит в вкладку «физическое лицо», есть сервис «уплати госпошлину», выбирает там суды. Вот, и там уже все, его основная задача о том, чтобы он правильно только указал НННКПП налогового органа, то есть в зависимости от того, в какой ты пойдешь суд. Если суд располагается где-то на территории, например, промышленного района, то есть ты должен понимать, что ты будешь обращаться в промышленный район, соответственно, и госпошлина будет НННКПП получателя налогового органа промышленного района. Ну, если в Ленинский район, ну, значит, Ленинск. Ну, то есть вот здесь вот его основная задача, ну, как бы, не ошибиться в получатель. Ну, если даже и мало ли что, здесь уже в зависимости от того, опять же, многие, ну, как бы, плательщики, они же прежде чем заплатить, они все равно же подойдут в суд, да, и здесь могут также вот уточнить. То есть в какой налоговый орган должен быть и сформировать себе квитанцию, и сразу же произвести оплату прямо тут же. Я так думаю, что терминалы уже, ну, практически у нас везде находятся, и, ну, как бы для человека нет будет. Закрепила информацию об оплате за другое лицо роликом, посмотрим, а потом продолжим. Знаете ли вы, что уплата налога теперь может быть произведена за налогоплательщика иным лицом? Это означает, что юридические лица могут перечислять налоги со своего счета за другие организации, а их руководители погашать налоговые обязательства компании за счет своих средств. Физические лица могут также уплачивать налоги за других физических лиц и индивидуальных предпринимателей, например, за супругов, родителей или просто знакомых. Уплачивать налоги за юридических лиц вы можете только с расчетного счета в банке, а за физических лиц и индивидуальных предпринимателей любым способом – наличными деньгами, банковской картой или с расчетного счета. Обратите внимание, что вы не сможете потребовать возврат денег. Это сможет только налогоплательщик, за которого вы оплатили налоговые обязательства. Для оформления платежных документов вы можете использовать удобный сервис «Уплата налогов за третьих лиц» на сайте налог.ру. Выберите категорию плательщика, то есть того, кто будет платить, и укажите сведения о нем. Если у вас уже есть платежный документ, то введите его индекс и перейдите к оплате. Теперь вы можете оплатить онлайн, если вы являетесь физическим лицом, или сформировать платежное поручение и оплатить через банк. Оплатить налоги стало проще не только за себя, но и за других лиц. Пользуйтесь! Желаем удачи! В каком случае деньги могут потеряться, допустим, если налогоплательщик неправильно укажет счет органа федерального казначейства? Что произойдет? Или любые подобные ситуации? Ну, вот смотрите, если вдруг... В основном такая ситуация возникает у кого? У налогоплательщиков те, которые мигранты. Для нас это те, которые переезжают из одного субъекта в другой субъект. Так как у нас органы федерального казначейства находятся в каждом субъекте, и, соответственно, производя ту или иную оплату, все равно налогоплательщики, например, Самарского региона, они указывают код счета федерального казначейства нашего УФК Самарской области. Если он находится где-то там в Татарстане, то, соответственно, он указывает счет УФК Татарстана. И вот возникает порой такая ситуация, ну, мало ли что, опять же, либо платящик, либо операционистка, ну, не дай боже, да, вот как бы промахнулась с этим счетом. То есть, может быть, надо было оплатить платеж по Татарстану, вот, а подтянули счет непосредственно Самарской области. То в данном случае, опять же, налогоплательщик, видя о том, что, ну, если вот он свою квитанцию по перечислению денежных средств, видит, что счет казначейства не тот, вот, он, в принципе, может написать заявление в налоговый орган, да, и предупредить о том, что неправильно указан счет казначейства. Ну, это как бы одна ситуация. Вторая ситуация, если он даже и не пишет этого заявления, налоговые все равно видят о том, что у нас пришли долги, например, из Татарстана, то в данном случае мы производим уточнение как счета, ну, так и, соответственно, кода ОКТМО, ну, то есть, так как эти денежные средства должны погасить все-таки имеющиеся, ну, как бы, незадолженность, может быть, еще он как бы досрочно же это все дело платит. Вот, то есть, по платежам, потому что в основном это завязано с имущественными налогами, они привязаны у нас к территории. И еще вот как бы есть такой момент о том, что налогоплательщики должны четко понимать, что у нас есть ограничения в плане написания имя заявления об уточнении платежа. То есть не надо затягивать больше, там, 5-10 лет, потому что были такие случаи, что налогоплательщик уже прошло чуть ли порой не 10 лет, говорит, вот я там тогда-то платил, вот, но у меня квитанции нет, ничего нет, ну, вот, давайте. Тогда в данном случае проблематично как бы и разыскать, и так как на сегодняшний день, уже начиная с 1 января 2019 года, у нас в налоговый кодекс, в статью 45, внесли ограничения. Все. То есть раньше, да, я не спорю, мы разыскивали такие платежи. Без срока давности. Без срока давности, да, мы разыскивали, мы обращались также в органы федерального казначейства. А сейчас 10 лет получается, да? Три года. А, три года даже. Все, три года. Поэтому, да, вот. И завершим нашу программу просмотром ролика, как правильно заполнить платежное поручение. Спасибо вам большое за такую важную подробную информацию. О платеже налогов. Всего хорошего. Смотрим ролик. Платить налоги несложно. Однако при оплате налогов важно следовать установленным правилам и использовать утвержденные формы расчетных документов. Для их формирования на сайте налог.ру имеется удобный электронный сервис «Заполнить платежное поручение». Юридические лица могут формировать платежные поручения, а физические лица и индивидуальные предприниматели – платежные документы и платежные поручения. Для физического лица необходимо указать тип налогоплательщика и выбрать расчетный документ. Введите код бюджетной классификации. Если вы его не помните, выберите вид, наименование и тип платежа. Код появится автоматически. Укажите адрес местонахождения объекта налогообложения. При этом код инспекции и муниципальное образование определятся автоматически. Введите реквизиты платежа – основание, налоговый период и сумму. Заполните информацию о платильщике. Фамилию, имя и отчество при наличии, ИНН и адрес места жительства. Нажмите «Оплатить». Выберите способ оплаты – наличный или безналичный. При оплате наличными в банке сформируйте платежный документ и распечатайте его. Обратите внимание, что индекс документа сформирован автоматически. Это уникальный идентификатор начисления, который вы можете использовать при платежах. При безналичной оплате выберите кредитную организацию, через которую хотите произвести платеж. Для юридических лиц сервис позволяет сформировать платежное поручение. Укажите код бюджетной классификации. Или заполните остальные поля – вид, наименование и тип платежа. Введите адрес местонахождения объекта налогообложения. Заполните реквизиты платежа и реквизиты плательщика. Все необходимые сведения для формирования платежного поручения успешно заполнены. Нажмите кнопку «Сформировать платежное поручение». Файл готов. Можете его распечатать и представить в банк. Обратите внимание, что при формировании расчетных документов с помощью сервиса некоторые поля заполняются автоматически. Например, код ОКТМО определяется по введенному вами адресу местонахождения объекта налогообложения. Если вы заполняете платежный документ вручную, то можете пользоваться справочной информацией, которая представлена на сайте налог.ру. Например, актуальные коды бюджетной классификации, администрирование которых осуществляется налоговыми органами или ННН и КПП налогового органа получателя платежа. При этом важно помнить, что наличие в платежке незаполненных репизитов не допускается. Будьте внимательны. И если есть какое-то уточнение про срок оплаты в этом году, то, пожалуйста. В этом году у нас уплата имущественных налогов 2 декабря. Спасибо. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!